хоба привет с вами доктор влад ну прошлый ролик у меня неудачно получилось со звуком все ушло в левый канал и кто-то даже не слышит дело в том что я попробую новую штуковину вот такой вот да для гитары здесь вот вход есть для микрофона для гитары и самый главный выход еще есть вот можно слушать причем без задержки вот и слушается вообще прекрасно но когда выходит здесь вот юсб выход да когда выходит когда входит микрофон вот сначала вообще ничего не было потом появилась потом я поставил стерео и получалось так что микрофон идет на левый канал а гитара на правый вот и я и так и так уже весь интернет излазил давно меня не было да ну ничего не выходит то ли это штука какая-то нехорошая то ли но в общем я не знаю что и как вот никак канал каналы не смешиваются к сожалению вот поэтому были кое-какие проблемы но и звук такой басоватый немножечко но звук-то можно поправить надо как-то вот а вот эта штука у меня не пошла ну я вот сейчас на свой брио обычный до водит экошки так чё еще новостью первая новость меня сразу убил путин назначил новым главой калмыкии чемпиона мира по кинбоксингу кикбоксинг но знаете такие прыгают да скачет вот но он же ушиблен на всю голову ну как он может быть главой калмыкии я не знаю это ну дурость какая-то очередная фишка игра парламент казахстана одобрил переименование астаны в нур-султан ну как есть он город владимир в честь путина так и вот астана теперь будет нур-султан назарбаев да чушь пошла уже пошла чушь и дочь назарбаева стала спикером сената это вместо того кто стал президентом да вот такие дела потому что должность полномочия президента до апреля 2020 возложена бывшего спикера косым же марта такая но она наверно будет выдвигаться в президенты единогласно с одобрением наверное ее ищет туда закинут а может быть этого раньше выйти но тогда она автоматически станет можно и так сделать шнуров объявил о прощальном туре группа ленинград но шнуров берет пример с пугачевой второго прощальный тур вот потом по просьбам трудящихся потом 25 раз по просьбам трудящихся я его не люблю жена вот лучше почему-то знает все вот это дело она в рунете там бродит последнее время говорит о вон такой грамотный да ну какой там алкоголик жители аризоны над долиной прескот летала черное нло о как это над селом фигня летала серебристого металла очень много в наши дни неопознанной фигни но вот сняли да на фигня какая-нибудь летала в сша родилась девочка с весом прикиньте 7 килограммов рост 59 главное девочка 6,9 да на 100 грамм я ошибся мрак и тут же вот в новостях дальше идет значит давили на живот три мужика это одна женщина 38-летняя татьяна считает что из-за врачей роддом ее ребенок стал инвалидом нафиг такой график во время родов у девочки развелось кислородное голодание мозга и теперь четырехмесячная оливия не видит не слышит и не может самостоятельно дышать вы представляете да рожала по контракту заплатила 160 тысяч рублей и при этом договорились с врачом что при малейшей опасности для ребенка нужно делать кесарево сечение ее не кесарили не кесарили в общем кое-как вытащили уже бездыханную и в общем вот такая гадость она просила четыре раза просила сделать кесарево сейчас супруги готовят обращение в прокуратуру ну как-нибудь отобьются или дадут 50 рублей компенсации вообще кошмар какой-то да кошмар здесь кесарят вот если чё-чё не так кесарят в момент сразу так что еще в россию перестанут поставлять три жизненно важных препарата японская фармацевтическая компания такеда ну-ка я сейчас почитаю в источнике открою в соседнем окошке что там за препараты а вот амитриптилин опа метронидозол и атенолол ребята это при мне еще были такие препараты это еще при мне более это очень такие ну популярные что ли амитриптилин вообще милипромин называется метронидозол противомикробный да это гонорею хорошо лечить и атенолол это тоже сердечное ну вот все японцы теперь не будут а в россии таких нету в россии вообще ничего нет кроме аспирин это он годится только для того чтобы паять там какие-нибудь провода это аспирин российский так ладно компания такеда бизнесмену из екатеринбурга грозит штраф за бесплатную раздачу списанных продуктов из своего магазина управление роспотребпозора идею бизнесмена ивана зайченко не оценила владелец двух ресторанов екатеринбурге и недавно открытого магазина решил бесплатно раздавать списанные продукты как пояснял зайченко многим людям приходится копаться мусорных контейнеров в поисках еды а он значит раздает выставляли на специальной полке в магазине проверка чиновников и штрафуют его на 100 тысяч вот такие дела по закону продукты срок годности которых истек должны быть уничтожены их поливают грязной или хлорированной водой грязные да а кто-то моет чё грязный посыпают углем соды затем выбрасывают чтобы бездомные не отравились какая-то дикость вот какая-то дикость я даже не знаю как прокомментировать и он тоже но выдумывал да списанные продукты раздавать и а с другой стороны но конечно по правилам их нужно выкидывать не знаю как это прокомментировать это дикость в америке я уже тысячу раз говорил голодных боятся и здесь всегда можно покушать всегда даже если совсем нет денег иди вон церковь докушать проблем нет никаких там даже документов но документ спросит какой есть про записать фамилию все дальше почему путин этого не понимает владимир осин адвокат а чё он не понимает а но тут драчка очередная значит бастрыкин медведев и юрий чайка вот значит между бастрыкином и чайкой какие-то это терки генеральный прокурор юрий чайка не раз публично говорил о нарушениях законодательства при расследовании уголовных дел сотрудникам сэкэр и в общем но два бандита между собой вор и вора шапку украл знаете есть такая фраза да не дня работавшему следователю бастрыкина удалось сохранить должность подседателя сэкэр и вот а чё путин не понимает конфискации имущества вот тоже интересно да смотрите в 2017 году расходы на хранение вот этого имущества составляли 222 миллиона рублей а доходы от реализации этого имущества 180 миллионов рублей а в наше время тоже знаете что забирали это радио хулиганов приемки магнитофоны а потом их из-под полы чик 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 продавали и ну или просто раздавали своими в общем фигня какая-то крысы крысы в банке дерутся сенатору керимову предъявили новые эти обвинения во франции во франции до пособничество от уклонения от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами речь идет о покупке недвижимости на озорном берегу якобы за виллы на мысе антип господин керимов отдал 127 миллионов евро а в документах указал 34 ну чтобы налог меньше платить трамп о интересно трамп примет в белом доме значит заголовок этого александра овечкина я прочитал думал ну трамп хоть чем-нибудь русским подышать еще бы хотел сразу предложить в шарфик от путина пошлите вот это вот так нюхать и балдеть да нет тут дело то не в том он не овечкина принимает он принимает вообще команда тут хоккеистов но среди них будет овечкин а заголовок какой принимает овечкин надо же ну в общем все ребята у меня у меня тут дел полно сегодня не знаю чуть чуть теперь с этим аппаратом делать с этим биллингером вот ну подумаем мы подумаем и я решу всего хорошего до свидания доктор влад с вами